В эфире новости Анапа-регион, студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня выпуски. Очень приятно, что у нас есть такая смена поколений. Признание успеха. Подаренные дети получили специальную премию главы Анапы. Просто так не бывает. Залез, поменял лампочку. Кто зажигает уличные фонари. В сельских округах начался ремонт освещения. Дети с захлебом рассказывают, с интересом, с искрой в глазах. Путешествие в Севастополь. Юные анапские казачата отправились по местам боевой славы Крыма. Санитарное состояние и благоустройство набережной сегодня проверил глава Анапы. Юрий Поляков с представителями городских служб провел обход от улицы 40 лет Победы до Малой Бухты. И, надо сказать, замечаний глава города сделал немало. Подробности в нашем сюжете. Спуск к морю на улице 40 лет Победы. С этого места начался обход. Такая форма контроля весьма эффективна. Становятся видны малейшие недочеты. И замечания не заставили себя ждать. Посмотрите, что здесь отворится. Что это за трубы? Кто мне скажет? Это город. Это центр города. До завтра, чтобы тут все было наведено. Еще одна ежегодная проблема. Рекламные объявления, расклеенные на урнах. Предприниматели, пытающиеся таким способом продвигать свои услуги, будут оштрафованы. Урны приведены в порядок. Засохшие декоративные кустарники в вазонах. Убрать сухостой и высадить растения, для которых благоприятен местный климат, дает поручение Юрий Поляков. Провалы в тротуарной плитке, давно не крашенные фонарные столбы. Эти недочеты должны быть устранены в ближайшее время. Много вопросов к ограждению набережной. Основания отдельных секций расшатаны. Их надежно закрепят специалисты ремстроя, а поврежденные элементы заменят. Уже сегодня надо готовиться к уродному сезону, потому что потом тепло, потом некогда, потом отдыхающее. То есть я дал поручение ЖКХ первому заместителю, для того, чтобы уже, а сейчас, навели порядок за забором. Проведили территории. Новые малые архитектурные формы, то есть мы ставим там часть красивых парусов, а фонарей. То есть с объектами торговли разобрались. Сегодня задача одна – максимально навести порядок, пока есть хорошая погода. Потом будет проще. То есть мы задачу ставим подкрасить, подбелить, проредить, привести эту городную зону, где светлехающее управляют, в порядок. Глава Анапы побывал в сквере воинской славы. Здесь по поручению Юрия Полякова идет реконструкция пятиконечных звезд с именами анапчан, героев Советского Союза и России. Они будут подняты на метр от поверхности земли, укреплены на надежных постаментах и подсвечены. Это лишь часть работ по улучшению внешнего облика сквера. В дальнейших планах – замена фонарей и обновление входных стел. Никита Бойко, Сергей Корабельников. Анапа. Регион. Весьма поучительная история. Очередная поездка по набережной на автомобиле закончилась серьезным штрафом. Накануне ночью, не обращая внимания на запрещающие знаки, девушка проехала со стороны маяка до улицы Кирова и обратно. Видеозапись выложила на личной страничке в соцсетях. Грязьим девушки растиражировали анапские паблики. Сигнал был получен. В итоге, благодаря камерам «Безопасный город» полиция весьма быстро нашла любительницу поездок по набережной. Двухминутный вояж по пешеходной зоне обошелся нарушительнице в несколько тысяч рублей. На речке Анапы начался монтаж обновленного пешеходного моста. Эти работы проводятся по поручению Юрия Полякова. Напомню, что перед Новым годом из-за паводка мост пришлось демонтировать. Сейчас полным ходом идет его восстановление. Опоры усилены, деревянный настил полностью заменен. Рабочие еще должны приварить новые кованые перила и установить три винтажных фонаря. Все работы должны быть закончены уже к следующей среде. А в районах Анапы начался ремонт уличного освещения. Задача эта, как оказалось, весьма непростая. 18 тысяч фонарей находятся только в сельских округах. Заменить нужно не только все перегоревшие лампочки. Зачастую и сама электрика нуждается в серьезном ремонте. Наш корреспондент разбирался в профессиональных тонкостях. Заменить перегоревшую лампу, казалось бы, нет ничего проще. Так думают большинство людей, которые наблюдают за ремонтом уличного освещения. А правду знают только профессиональные электрики. Наглядный пример. Вроде поставили новую лампу, а свет не горит. Обычный уличный фонарь существенно отличается от домашнего торшера. Кроме лампы освещения, он имеет ряд дополнительного оборудования, которое также может сгореть. И судя по состоянию этого фонаря, специалисты заглядывали в него достаточно давно. На ремонт устройства уйдет порядка 20 минут. Бывают случаи, бывают ветра, которые обрывают нам провода. Мы едем, ищем, где кусок оборван. В основном находим в ближайшие сроки, все монтируем. Просто так не бывает. Залез, поменял лампочку. Там, помимо лампочки, есть много других устройств, которые тоже выходят из строя. Тот же дроссель, та же изушка, провод, окисляются, проколы. Очень-очень много всего, что нужно ремонтировать, нужны материалы. Просто залезть, вкрутить, так не бывает. Сегодня бригады электриков работают в Анапской. Улица Тбилисская – одна из центральных станиц. Кроме того, что по ней в темное время суток постоянно передвигаются жители, здесь расположен один из важных социальных объектов – стадион, который был построен к чемпионату мира по футболу. В результате было отремонтировано пять фонарей. Как признаются сами энергетики, работа на этом объекте несложная. Гораздо труднее обслуживать оборудование в других сельских округах. Иногда спецтехника не может зайти на улицу. Тогда электрикам приходится своими силами подниматься на столб и производить ремонт. Ведь главное – вернуть свет на улицы сел, станиц и поселков. Составлен был график управления жилищно-коммунального хозяйства. Значит, это все дело подписано между нами ими. И мы работаем это все дело. Также сюда входит в график обслуживание федеральных трасс, гостевых трасс. Это Гастагаевская, Субцехская трасса, Анапская, Варваровская и Суко. Ну, то есть, все это дело мы уже проехали по одному дню. Сейчас вернулись в станицу Анапскую, довести дело до конца. Работа ремонтников продолжается с раннего утра до позднего вечера. Объекты необходимо обслуживать в светлое время суток. Уже завтра специалисты займутся освещением в селе Витязево. А на следующей неделе свет придет на улицы села Цибанабалка. Руслан Душевский, Анапа, регион. Талантливые школьники и студенты были удостоены специальной премии главы Анапы. Честовали их в городском театре. На церемонии присутствовали и наши корреспонденты. Месяц назад Катя выступила на сцене Кремлевского дворца. Юная вокалистка прошла серьезнейший конкурсный отбор среди пяти одаренных детей Кубани, чтобы представлять край в составе детского новогоднего хора России. Кате всего 10 лет, но она уже стала лауреатом специальной премии главы Анапы. Пять одаренная вокалистка начала 4 года назад. Уже сегодня она победительница нескольких краевых и всероссийских конкурсов. Я хочу закончить школу и поступить в университет, чтобы я там научилась, а потом выступать в Большом театре. Я очень горда. Я люблю своих учеников. Я с ними встречаюсь и в дальнейшей их судьбе участвую. То есть это моя жизнь, это мое кредо, и без этого я не представляю свою жизнь. Чтобы достичь таких результатов одного таланта мало, признаются юные дарования. За их успехами стоит каждодневный труд, системная и кропотливая работа педагогов. Развитие системы дополнительного образования – один из приоритетов, который обозначил глава города Юрий Поляков. Конечно, очень приятно, что у нас есть такая смена поколений. Конечно, хочется выразить искреннее слово благодарности преподавателям, родителям, тренерам за то, что они открыли эти таланты, за то, что мы их видим и сегодня чествуем. В этом году специальные премии главы Анапы были удостоены более 70 детей. Воспитанники общеобразовательных и музыкальных школ, юные художники, спортсмены и робототехники. За ними – будущее Кубани. Многие становятся лауреатами не в первый раз. После церемонии награждения их поздравили лучшие анапские коллективы большим праздничным концертом. Анапские казачата отправились в путешествие в Севастополь. Традиционную поездку организовало районное казачье общество. За три дня школьники узнают историю памятных мест и подготовят доклады о своем путешествии. Провожала ребят наша съемочная группа. Волгоград, Керчь, Новороссийск. Каждый год список городов, достопримечательностей и познавательных экскурсий растет. В этот раз более 20 анапских казачат посетят Севастополь. В городе Герои на Крымском полуострове они побывали и в прошлом году. Он буквально покорил юных казаков и их наставников своей историей. Мне хотелось бы побывать на памятнике моря. Получить много знаний, много интересного узнать. Поездка – награда за хорошую учебу. На протяжении шести лет отличники седьмого, восьмого и девятого казачьих классов посещают знаковые места в городах-героях. Проект проходит в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Присматривать за детьми будут несколько сопровождающих и врач. В Севастополе казачата посетят порт погибших кораблей, знаменитую панраму, памятник героям Новороссийского батальона и другие знаковые места. На обратном пути мы всегда ведем близ опрос, кто что запомнил. При том, вот сейчас тенденция пошла, что все в интернете сидят. Вопросы, они раз в интернет, телефон, ответ дают. Что-то здесь чуть-чуть по-другому. Дети с захлебом рассказывают, с интересом, с искрой в глазах. По традиции путешествие начинается с молитвы и благословения. В этом году анапчане разделят эмоции от поездки с отличниками из Тюмрюка. В Севастополе у группы есть свой гид. Экскурсия обещает быть интересной и увлекательной. Поездка рассчитана на выходные, чтобы не отвлекать школьников от учебы. В воскресенье они посетят дворец императора и вернутся в Анапу. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Завтра мы будем отмечать День воинской славы России. 2 февраля в далеком 43-м году советские войска разбили немецко-фашистских оккупантов в Сталинградской битве. Оборона этого города стала переломным моментом в ходе войны. Именно тогда советская армия захватила стратегическую инициативу. В Анапских школах сегодня вспоминали историю этой великой победы. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Голос Юрия Борисовича Левитана – это голос победы. После этого выступления Гитлер объявил Диктора врагом номер один и назначил за его уничтожение награду в 250 тысяч марок. Но это уже не спасло рейх от поражения. Блицкрик провалился. Советские войска начали активное наступление на Запад. Однако цена обороны Сталинграда оказалась неизмеримо высока. Битва продолжалась 200 дней и ночей. Наши потери составили порядка 2 миллионов человек. Но приказ Сталина – ни шагу назад. Советские воины выполнили. В верхней присяге русский солдат, он защищал Сталинград. Ученики старших классов школы номер один собрались сегодня за круглым столом. Сталинградское сражение можно разделить на две фазы – оборонительную и наступательную. Об этом ребята рассказали в своих докладах. Слушатели узнали о малоизвестных фактах сражения, уличных боях и тех героях, которые навсегда вошли в историю войны. Больше ужасаюсь тем, что происходило в те времена. И, скажем, с некоторой дрожью думаю, что было бы, если бы такое повторилось. Собственно, именно поэтому меня эта тема цепляет, поэтому я ее иногда изучаю. Елизавета Златолинская решила выступить на этом мероприятии не случайно. Ее прадед принимал участие в освобождении Сталинграда. Он был танкистом. Поэтому школьница тщательно изучила все факты и цифры, которые касались того сражения. Я чувствовала переживание и гордость. Переживание за то, чтобы нанести информацию правильно до школьников, не испутать никакие факты, потому что это важно в истории государства. И также гордость за свою страну, за людей, которые жили в моей стране, которые боролись за мирное небо над нашей головой. И с благодарностью вспоминаю их имена и горжусь. В завершении работы «Круглого стола» участники встречи исполнили солдатскую песню и почтили память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Карьеру художника Евгения Аршакянс начала в два года. По крайней мере, так рассказывает ее мама. Сегодня она единственный в Анапе художник-мультипликатор, работы которого известны далеко за пределами нашей страны. Об истории успеха и трудностях профессии Анна Жукова. Евгения Аршакянс – художник по профессии и призванию. Это сегодня вывески с ее арт-объектами украшают курортную Анапу. Ее приглашают давать мастер-классы в России, в Крыму, за рубежом. Начинала она с детских картинок. В два годика она лежала с папой на коврике на полу и рисовали какие-то рисунки. Сначала у нее это были портреты, обнаженные натуры, что меня тоже крайне удивляло, но это было удивительно, просто красиво. Было понятно, что человек в прыжке, в полете. Женя училась в художественной школе и на факультете «Худграф» в одном из университетов Анапы. Брала уроки у маститых художников Краснодара. В студенческие годы Евгения Аршакян сотворила вручную свой первый мультфильм про цирковое искусство на станке, который сделал для нее папа. С мультфильмами «Цирк» и «Сон мышонка» Анапчанка участвовала в российских и международных анимационных конкурсах. Работала с композитором Григорием Гладковым, автором популярных советских мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «В коробке с карандашами». Работала с Григорием Остером, автором «Котенка по имени Гав» и «Вредных советов». Работа мультипликатора кропотлива. Чтобы сделать такой трехминутный мультик, нужно вручную изготовить около четырех тысяч кадров. И вот он спит и видит сон, что он мышонок, а не слон. Сегодня Евгений Ашакянс передает свои знания молодому поколению, учит рисовать и делать мультфильмы детей. Чтобы сделать вот такую детскую короткометражку, ребенку понадобилось два часа. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Но понятие времени относительно. Чтобы нарисовать вот такую руку с прожилками и порами на руке, нужно шесть часов. Надо держать, когда трясется. Любая прогулка на природу с семьей или друзьями превращается для нее в пленэр. На такой работе нет обедов, выходных и отпуска. И Жене это нравится. Черпает идеи для творчества Анапченко и во время поездок в музейные столицы мира. Лувр меня совершенно не поразил, если честно. Меня поразил музей Жоржа Помпиду, где как раз были представлены образцы современного искусства, во всем его разнообразии. Иногда это было что-то, что вообще выходило за рамки моего восприятия. Поразили работы своим минимализмом. То есть огромный зал в центре Парижа отдан под работу, на которой изображена просто какая-то запутанная черная линия. Аршакянц принимает участие в создании видеороликов. Актер и режиссер кино Александр Кибанов, также Анапчанин, часто сотрудничает с художницей. Часто бывает так, что творческие люди вынуждены зарабатывать в других сферах, оставляя искусство в качестве хобби. Для Евгения Аршакянц удачным образом искусство стало главным делом жизни. Анна Жукова, Роман Беркалиев, Анапа.Регион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Хороших выходных! Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова